Добрый день! У нас в гостях Наталья Сергеевна Бондарчук, известная актриса, сценарист, режиссер. Да, интересные развлекательные фильмы США. Ничего не могу сказать. Очень интересные. Я сама открыть рот и посмотрю. Какая-то путаница. А во имя чего? Где здесь взросление души? Не плоти, а души. Ведь все наши российские сказки, начиная от Морозко, они были о главном. Где взросление человеческой души? Вот это важно. Понимаете, а гениальные сказки Андерсона, они все очень религиозны. Даже у нас в советское время было выпущено, я тоже сняла это, но оказалось слишком длинной, мне сказали, ну ладно, у вас об этом весь фильм. Она ведь читает «Отче наш» там. Она же идет, вот на нее полчища вот этих вот рыцарей или каких-то там сущностей, а она идет, девочка хрупкая, и только бы пройти, и читает «Отче наш» и проходит. Понимаете? И все сказки Андерсона, они глубоко религиозные. У меня даже вот есть сказки Андерсона до революции изданы, а не другие. Те сказки, которые у нас появились в советское время, они вот так вот тут. Там уже нет религиозной основы. Например, девочка, которая бросила хлеб и попала в ад. Вот кусочек хлеба она бросила, вот, и за это она попала. Ну там потрясающие сказки. Он действительно уникальный художник, которого вот в мире, ну, наверное, как сказочника нет, но есть Пушкин. Так вот, смотрите, такая же судьба у Наумова. Володя Наумова сейчас по сказке, вроде академик, с таким именем мировым. Сказки Пушкина хотел сделать. Все, не может. Остановился. И меня так грустно обнимает. У тебя хотя бы время есть физическое. А у него уже нет. Обидно, то слез. Понимаете, обидно. Потом, ну, чтобы про нас не говорили, вот я на фейсбуке, там, блогер, у меня 5000 подписчиков и 8000, ну, короче, очень много. И мне из Новосибирска присылают такую фотографию. 9 мая. Поздравляет внучок генерала во всех регалиях. С 9 мая все хорошо. Значит, и ребеночек стоит в костюме, 6 или 8 лет, поздравляет дедушку с 9 мая с цветочками в костюме Человека-паука. Нет комментариев, да. Понимаешь? Все, Юра, все. Это не наши дети. Они дети США. И не надо никаких ракет, не надо отстаивания никакой. Они уже, у них другой менталитет будет. И только те умные родители, которые подсовывают сейчас старые наши сказки, там, на айпедах, на это, говорят, нет, ты посмотри, вот, котенок, который потерялся, нет, ты посмотри, это, это старые мультфильмы наши. Они еще как-то борются с этим, но в основном идет массированное. Когда мне говорят, ну и что, ну и ладно. Тогда зачем строить границы? Не надо. Все, ребят, мы космополиты. Мы уже как сырьевое отросточек США и так далее. Вот эта война, которая идет сейчас информационная, она больше всего идет за души наших детей. Это-то понять можно или нет. Можно установить серьезные гранты на детское кино, серьезные гранты, потому что бесполезно делать кино. Вот там, мы детское кино запустили, там, ля-ля-ля-ля, пять картин или шесть картин. А я посмотрю смету этой картинки. За эту смету выпустить нормальную сказку никогда невозможно. Невозможно. Если только это, вот я сейчас пытаюсь там красную шапочку, типа моно, спектакли, все, я понимаю, денег не дадут, там все. Ну, как-то выкручиваться надо. Но серьезную, с компьютерной графикой, с серьезными артистами, с серьезными саунд-дизайнами, с музыкой и так далее, это все начинается с 5-7 миллионов долларов. Оно начинается только с этого. Юр, вы же знаете, вы уже это проходили. И давать клочки, нате вам, вот это вот, и ждать, что через год вам сделают хорошее кино, и оно будет конкурентно способным с фильмом «Хоббит». Одна серия фильма «Хоббит» стоит столько, сколько вся поддержка нашего кинематографа за год. Одна серия. Я уж не говорю, что мы делаем фильм, сколько мы сделали, сколько мы сделали, а реклама. А потом, куда мы в пустоту, у нас не кинотеатров, у нас не то, чтобы повесить хоть один там социальный, чтобы повесить социальную рекламу, нужно полгода. За полгода где-то написать, там через полгода ты ее повесишь, уже когда фильм пройдет. Чтобы купить одну там секунду, три секунды на телеэкране, вы знаете, сколько это нужно. И так далее. То есть это целая завязка. Или вот, хорошо, я уже сейчас выпускаю, а поддержка прокатит, дай бог, будет где-то, и она копеечная будет, ну, где-то к середину лета, да, когда уже фильм пройдет. Ну, и во всем тупики, тупики. Ну, это тупики, мне кажется, созданы специально, что ли. Ну, что это такое? Вот, поэтому я знаю, что Никита Сергеевич Михалков будет собирать сейчас пленум. И первый пленум будет посвящен детскому кинематографу. Нам нужно объединить все силы. Вот сейчас я была в Самаре единственным фестивалем кино детям. Мне было так приятно с самарцами общаться, так замечательно. И наш фильм взял главную премию 6+. Вот, присудили сами дети, понимаете, на них взрослые не... А вот взрослые, они говорят, ну, что за фильм, ну, это вообще, ну, это... Вот, понимаете, это тоже будет. Я помню, как мне с Пушкиным заморочили мне голову, чтобы объяснить мне, что я сняла плохой фильм. А потом оказалось, что это любимейший фильм нашего народа, да. Но это уже опосредованно после удара наших критиков. Они умеют это делать. Пятая колонна же существует, потому что не надо закрывать глаза так вот. Это же одни и те же люди, которые гнобили моего отца, да, на этом съезде, когда они не дали ему вообще, ну, жизни. И увели его из жизни практически. Это те же самые люди, которые разрушают постепенно наш менталитет. Они существуют, и не надо закрывать глаза, что вот это случайность такая. Не случайность, это закономерность. Закономерность, которую хотели уничтожить нашу союзную кинтографию. То же самое. Когда Михалков сказал, ну, знаете, я не настолько талантлив, как Бондарчук, я сумею себя защитить, сказал он вдруг. Вот и сумел себя защитить. Не знаю, навсегда ли? Тут тоже вопрос такой. Поэтому считайте, что мы с вами, вот вы как человек, который чувствуете ответственность, да, мы стоим вот на главной позиции борьбы с мировым злом. Дородина, ну, может, не так все-таки хотелось бы, может быть, это считать. Но я думаю, тема детского кино стоит очень остро. Я с вами очень полностью согласен, что мы в ответственности за тех детей, которые будут в России. Вот извините, пожалуйста, Юр, и еще одну, почему я так сказала, я хочу объяснить. Потому что мало того, что хороший там плохой фильм, но огромные средства идут на то, чтобы девальвировать ценности наши. Поэтому я говорю с мировым злом, понимаете? То есть не те ценности, которые мы уважаем, душевные, а другие, навязать, что все в мире все равно упирается в золотого тельца. Это, знаете, это действительно вот такой рубеж. Поэтому я говорю с мировым злом, мне правильно поймите. Извините, что я вас перебила. Дородина Сергеевна, очень было приятно с вами пообщаться. Спасибо за ваши смелые взгляды. Я думаю, чтобы решить проблему, нужно, во-первых, сначала ее обозначить, принять, бить во все колокола. Я думаю, мы сможем достучаться, и дети в России будут воспитываться на наших российских новых хороших лентах. Спасибо вам. У нас в гостях была Наталья Сергеевна Бондарчук. Дородина Сергеевна Бондарчук.